40 миллионов рублей потратили в прошлом году на ликвидацию незаконных свалок во Владимирской области. Борьба за чистоту ведется во всех районах. Свалки убирают силами местных властей. Но чаще всего на этих же местах через короткое время они появляются вновь. На эту территорию в районе улицы Дзержинского города Лакинск мусор свозили со всей округи. Около года назад свалку ликвидировали, но, как выяснилось, ненадолго. Те места, которые были местами несанкционированных свалок, недобросовестные наши жители продолжают свозить на эти же места мусор. По вот этим фактам, естественно, мы возбудим дело об административной ответственности. Мусор на такие свалки везут в основном с ближайших дачных участков. Договоры с мусоровозящими компаниями заключают далеко не все садоводческие товарищества. А нанимать мусорный контейнер слишком дорого. Близительно это будет стоить где-то около 3-4 тысяч. Но это один раз. То есть вот поставили лодку, а есть такие жители, которых очень много мусора. Это и листва, и ветки, и доски, и так далее. В районах, близких к Москве, дачный мусор, как правило, до свалок не довозят. Выбрасывают из машины в ближайший лесок. Участок автодороги Покров-Новоселого-Киржач за прошлый год чистили не меньше шести раз. Вывезли 54 кубометра мусора. Оставляют по обочинам в пакетах и оставляют на автопавильонах, на площадках рядом с ними. То есть останавливается одна машина, оставляет мусор, и, как правило, все остальные делают так же. Урны либо разбивают, либо крадутся. Находили даже пару раз за автопавильонами урны наши. То есть были спрятаны, чтобы потом вывезти. На участке автодороги Бетонко-Чернова аналогичная проблема. Чтобы дачники не засоряли лес, дорожные службы даже пытались ставить на остановки контейнер. Но потом убрали его из-за угрозы пожара. Впрочем, законы нарушают не все. Некоторые жители везут свой мусор на полигон. В Киржачи действующий полигон один в районе деревни Храбки. Есть сознательные люди, да. У нас давно это практикуется, мы давно разрешаем им приезжать. В зависимости от объема мусора они могут заплатить за полкуба, за куб. Если они приезжают с прицепом, мы смотрим объем прицепа. То есть это порядка кто-то 25 рублей, кто-то 50 рублей, кто-то 100 рублей платит. Полигон в Храбках работает 17 лет. Здесь захоронено около миллиона кубометров мусора. Ресурсы свалки почти исчерпаны. Работать она сможет до конца года. Затем планируют запустить вторую очередь. Сейчас проходят торги по изысканиям. То есть сейчас мы проведем изыскания. Далее у нас пройдут торги по разработке проектной смертной документации по строительству второй очереди полигона. И, естественно, у нас будет мусоросортировка. Потому что все знают, что с 2019 года на полигоны можно будет привозить только отсортированный мусор. Что же касается нежелания дачников заключать договор о нововоз мусора, со следующего года они будут обязаны делать это по закону. Но уже не с мусоровывозящими компаниями, а с региональным оператором. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33.